АПЛОДИСМЕНТЫ Голубчик Илья Ильич, завтра вы опять съездите на почту? И все непременно. Погажу еще три дня. Если не получу от брата ответа на свое письмо, то возьму у вас денег взаймы и сама поеду в Москву. Не век же мне жить тут у вас на мельнице. Оно, конечно, пауза. Не смею я учить вас, многоуважаемый, но все ваши письма, телеграммы и что я каждый день ищу на почту, все это извините на простые хлопоты. Какой бы ответ ни прислал бы, братец, вы все равно вернетесь к супругу. Не вернусь я. Надо рассуждать, Илья Ильич. Мужа я не люблю. Молодежь, которую я любила, была несправедлива ко мне от начала до конца. Зачем же я туда вернусь? Вы скажете, долг. Это я и сама знаю отлично, но, повторяю, надо рассуждать. Пауза. Заден. Так-с. Величайший русский поэт Ломоносов убежал из Архангельской губернии и нашел свою фортуну в Москве. Это, конечно, благородность с его стороны. А вы-то зачем бежали? Ведь вашего счастья, ежели рассуждать по совести, нигде нету. Положеной канарейчике в клетке сидеть и на чужое счастье поглядывать. Ну и сиди весь век. А может быть, я не канарейка, а вольный воробей? Эва, видно, птицу попалет, многоуважаемая. За эти две недели другая нам успела бы в десяти городах побывать и все в глаза пыль пустить. А вы изволили добежать только до мельницы, да и то у вас вся душа испучилась. Нет, куда уж. Поживете у меня еще некоторый период времени, сердце ваше успокоится и поедете к супругу. Прислушивается. Кто-то едет в коляске. Встает. Я уйду. Не смею дольше утруждать вас своим присутствием. Пойду к себе на мельницу и засну немножко. Нынче я б стал раньше авроры. Когда проснетесь, приходите, вместе чай будем пить. Уходит в дом. Дядин один. Если бы я жил в умственном центре, то с меня могли бы нарисовать чудали карикатуру с призабавную сатирическую надписью. Помилуйте. Будучи уже в пожилых летах и с непривлекательной наружностью, я увез у знаменитого профессора молодую жену. Это восхитительно. Уходит. Явление второе. Семен несет ведра. И Юля входит. Юля. Здравствуйте, Сенька. Бог в помощь. Или Алич дома? Дома, пожалуй, на мельницу. Пойди, позови. Сейчас. Уходит. Юля одна. Спит, должно быть. Садится на лавочку под окном и глубоко вздыхает. Одни спят, другие гуляют. А я целый день мыкаюсь, мыкаюсь. Не посылает бог смерти. Вздыхает еще глубже. Ой, господи, есть же такие глупые люди, как этот вафли. Еду я сейчас мимо его амбара, а из дверей чертик и поросеночек выходит. Вот как порвут ему свиньи чужие мешки, тогда и будет сдать. Входит дядин. Явление третье. Юля и дядин. Дядин. Надевает черток. Это вы, Юля Степановна? Виноват. Я Дизабелья. Ходил устучий в ножке в объятиях Морфея. Здравствуйте. Извините, я не приглашаю вас в комнаты. Там у меня они прибраны и прочее. Ежели угодно, то пожалуйте на мельницу. Я и тут посижу. Вот я зачем к вам приехала, Илья Ильич. Ленечка и профессор, чтобы развлечься, хотят сегодня здесь у вас на мельнице пикник устроить и чай напиться. Весьма приятно. Я вперед приехала. Скоро и они будут. Распорядитесь, чтобы поставили тут стол. Ну и самовар, конечно. Велите Сеньке, чтобы он вынул из моей коляски корзины с провизией. Это мощно. Пауза. Ну и что? И как у вас там? Плохо, Илья Ильич? Верите ли, такая забота, что я даже заболела. Вы знаете, ведь профессор и Сонечка теперь у нас живут. Знаю. После того, как Егор Петрович руки на себя наложил, они не могут жить в своем доме. Боятся. Днем все-таки еще ничего. А как вечер. Сойдутся все в одной комнате и сидят до самого рассвета. Страшно всем. Боятся, как бы в потемках Егор Петрович не представился. Предрассудки. А про Елену Андреевну вспоминают? Конечно, вспоминают. Пауза. Укатила. Да, сюжет достойный кисти Айвазовского. Взяла и укатила. И теперь неизвестно где. Может, уехала, а может, с отчаяния. Бог, милость, в Елене Степануле. Все будет благополучно. Входит Крущев с папкой и с ящиком для рисовальных принадлежностей. Явление четвертое. Те же и Крущев. Крущев. Эй, кто здесь есть? Семен. Дядин. Сгляди сюда. А-а-а. Здравствуйте, Юлечка. Здравствуйте, Михаил Ильич. А я, Илья Ильич, опять к тебе пришел работать. Не сидите дома. Вели по вчерашнему поставить под это дерево мой стол. Да и скажи, чтобы две лампы приготовили. Уж начинает сверкаться. Слушаю, ваше благородие. Уходит. Как живете, Юлечка? Так себе. Пауза. Серебряковые у вас живут? У нас. Ммм. А ваш Лёдечка что делает? Дома сидит. Все с Сонечкой. Еще бы. Пауза. Ему бы жениться на ней. Юля. Что ж. Слыхать. Дай бог. Он человек образованный, благородный. Она тоже из хорошего семейства. Я всегда ей желала. Дура она. Ну, не скажите. И ваш Лёдечка тоже умник. Вообще вся ваша публика как на подбор. Ума палата. Вы, должно быть, сегодня не обедали. Почему вы это думаете? Сердиты вы уж очень. Ходят Дядин и Семен. Оба несут небольшой стол. Явление пятое. Те же Дядин и Семен. Дядин. А у тебя, Миша, губа не дура. Прекрасное место выбрал ты себе для работы. Это оазис. Именно оазис. Вообрази, что это вокруг все пальмы. Юлечка, кроткая, лань. Ты лев. Я тигр. Крущев. Хороший ты душевный человек, Реалич. Но что у тебя за манера? Какие-то мармеладные слова. Ногами шаркаешь, плечами дергаешь. Если кто посторонне увидит, то подумает, что ты не человек, а черт знает что. Досадно. Значит, на роду у меня так написано. Фатальное предопределение. Ну вот, фатальное предопределение. Брось все это. Фиксирует на столе чертеж. Я сегодня останусь у тебя ночевать. Чрезвычайно рад. А вот ты, Миша, сердишься, а у меня на душе невыразимо от рада. Как будто сидит у меня в груди птичка и песенку поет. Радуйся. Пауза. У тебя в груди птичка, а у меня жаба. 20 тысяч скандалов. Шаманский продал свой лес на сруб. Это раз. Елена Андреевна бежала от бужи, и теперь никто не знает, где она. Это два. Я чувствую, что с каждым днем становлюсь все глупее, мелочнее и бездарнее. Это три. Вчера я хотел рассказать тебе, но не мог, не хватило храбрости. Можешь меня поздравить? После покойного Егора Петровича остался дневник. Этот дневник на первых порах попал в руки Ивана Ивановича. Я был у него и прочел раз десять. Юля. Наши тоже читали. Хрущев. Роман Жоржа с Еленой Андреевной, о котором трезвонил весь уезд, оказывается подлый, грязный сплетний. Я верил этой сплетне и клеветал, заодно с другими. Ненавидел, презирал, оскорблял. Дядин. Конечно, это нехорошо. Первый, кому я поверил, был ваш брат, Юлечка. Хорош тоже и я. Поверил вашему брату, которого не уважаю и не верил, этой женщине, которая на моих же глазах жертвовала с собой. Я хоть не верю случаем добру, и не вижу дальше своего носа. А это значит, что я бездарен, как и все. Дядин Юля. Пойдите, детка, на мельницу. Пускай он с люка тут работает, а мы с вами погуляем. Пойдемте. Работай, Мишенька. Уходит с Юлей. Хрущев. Один. Разводит в блюдечке краску. Раз ночью я видел, как он прижался лицом к ее руке. У него в дневнике подробно описана эта ночь. Описано, как я приехал туда, что говорил ему. Он приводит мои слова и называет меня глупцом и узким человеком. Пауза. Слишком густо. Надо посветлее. А дальше он бронит Соню за то, что она меня полюбила. Никогда она меня не любила. Кляксу сделал. Скоблит бумагу ножом. Даже если допустить, что это немножко верно, то все-таки нечего уж об этом думать. Глупо началось. Глупо кончилось. Семен и рабочие несут большой стол. Что это вы? Чему это? Илья Ильич велел. Господа из Желтухина приедут чай пить. Покорно благодарю. Значит, насчет работы придется отложить по печеньям. Соберу все и уйду домой. Входит Желтухин под руку Соней. Желтухин поет. Невольно к этим грустным берегам Меня влечет неведомая сила. Хрущев. Кто это там? А! Смешит уложить в ящик рисовальной принадлежности. Желтухин. Еще один вопрос, дорогая Софи. Помните, в день рождения вы завтракали у нас? Сознаете, что вы хохотали тогда над моей нарушностью. Соня. Помните, Леонид Степанович, можно ли это говорить? Хохотала я без причины. Желтухин увидев Хрущева. А, кого вижу. А ты здесь. Здравствуй. Здравствуй. Работаешь? Отлично. Где Вафля? Там. Где там? Я, кажется, ясно говорю. Там, на мельнице. Желтухин. Пойти позвать его. Идет и напевать. Невольно к этим грустным берегам. Уходит. Соня. Здравствуйте. Здравствуйте. Пауза. Что это вы рисуете? Так. Неинтересно. Это план? Нет. Летняя карта нашего уезда. Я составил. Пауза. Зеленая краска. Зеленая краска означает места, где были леса при наших дедах и раньше. Светло-зеленая, где вырублен лес в последние 25 лет. Ну, а голубая, где еще уцелел лес. Да. Пауза. Ну, а вы что, счастливы? Соня. Теперь, Михаил Львович, не время думать о счастье. А о чем же думать? И горе наше произошло только от того, что мы слишком много думали о счастье. Пауза. Так-с. Пауза. Нет куда без добра. Горе научило меня. Надо, Михаил Львович, забыть о своем счастье и думать столько о счастье других. Нужно, чтобы вся жизнь состояла из жертв. Ну, да. Пауза. У Марьи Васильевны застрелился сын, а она все еще ищет противоречия в своих брошюрах. Над вами стряслось несчастье, а вы тешите свое самолюбие, стараетесь исковеркать свою жизнь и думаете, что это похоже на жертвы. Ни у кого нет сердца. Нет его ни у вас, ни у меня. Да, делается совсем не то, что нужно. И все идет прахом. Я сейчас уйду и не буду мешать вам и Желтухину. Что же вы плачете? Я этого вовсе не хотел. Ничего, ничего. Будь орать с глаза. Входят Юля, Дядин и Желтухин. Явление седьмое. Вижу. Желтухин громко. Господа, объявляю заседание открытым. Вафля, откупоривай наливку. Ручок серебряков. Профессор, забудем все, что между нами произошло. Протягивает руку. Я прошу у вас извинения. Благодарю. Очень рад. Вы тоже простите меня. Когда я после того случая на другой день старался обдумать все о пришедшее и вспомнил о нашем разговоре, мне было очень неприятно. Будьте друзьями. Берет его под руку и идет к столу. Орловский. Вот так бы давно, душа моя. Худой мир лучше доброй ссоры. Дядин. Ваше превосходительство. Я счастлив, что вы изволили пожаловать в мой оазис. Здесь здесь небо приятно. Серебряков. Благодарю, почтенщий. Здесь в самом деле прекрасно. Именно оазис. Орловский. А ты, Саша, любишь природу? Серебряков. Весьма. Пауза. Не будем, господа, молчать, будем говорить. В нашем положении это самое лучшее. Надо глядеть несчастьем в глаза смело и прямо. Я гляжу бодрее вас всех. И это от того, что я больше всех несчастлив. Юля. Господа, я сахар укласть не буду. Пейтесь вареньем. Дядин. Суетиться около гостей. Как я рад, как я рад. Серебряков. В последнее время, Михаил Иович, я так много пережил и столько передумал, что, кажется, могу написать в назидание потомству целый трактат о том, как надо жить. Век живи, век учись. А несчастье учат нас. Дядин. Преус. Преус. Желтухин. Все-таки чувствуется какое-то напряжение. Серебряков. Преус. 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 Целуется Соня Юлия Орловская Целые две недели не видались Где был, что видел Поехал я сейчас к Лёне Там мне сказали, что вы здесь Ну, я и поехал сюда Где шатался? Три ночи и не спал Вчера отец в карты пять тысяч проиграл И пил, и в карты играл И в городе раз пять был Совсем очумел Молодчина, стало быть, теперь выпивший Ни вода в глазе Юлька, чаю, только с лимоном Покислей А какого жоржа-то, а? Взял ни с того, ни с сего И чичикнул себе в лоб И нашел тоже из чего Из лифоше Не мог взять спит и весона Крущев, замолчи ты, скотина Скотина, но только Бородистая Разглаживает себе бороду А до борода чего стоит? Вот я и скотина, и дурак, и каналья А стоит мне только захотеть И за меня любая невеста пойдет Соня Выходи за меня замуж Крущев Впрочем, виноват Пардон Крущев Перестань дуракан ломать Юля Пропащий ты человек Феденька Во всей губернии Наливать себе наливки Это Сливянка или Вишневка? Не пей же, не пей Одну ремку можно Пьет Дарю тебе лешие пару лошадей и ружье Юле поеду жить Проживу у нее недельки две Тебе бы в дисциплинарном батальоне пожить Пей, пей чай Дядь, ты с сухариками, Феденька Орловская Серебрякова Я, брат Саша На сорока лет И вел такую же вот жизнь Как мой Федор Раз я, душа моя Стал считать Сколько женщин На своем веку я сделал несчастными Считал, считал Дошел до семидесяти и бросил Ну-с А как только исполнилось мне сорок лет Вдруг для меня, брат Саша, что-то нашло Тоска Места себе нигде не найду Одним словом, разлад в душе Да и шабаш Я туда-сюда и книжки читаю И работаю, и путешествую Не помогаю Ну, слушай моя Поехал я как-то в гости К покойному куму моему Светлейшему князю Дмитрию Павловичу Закусили, пообедали После обеда, чтобы не спать Затеяли на дворе Стрельбу в цель Народу собралось Видимо-невидимо И наш вафли тут был Был, был, помню Орловский Тоска у меня, понимаешь ли Господи Не выдержал Вдруг слезы брызнули с глаз Зашатался И как крикнул на весь двор Что есть мочи Друзья мои Люди добрые Простите меня Ради Христа В ту же самую минуту Стало на душе у меня Чисто Ласково Тепло И с той поры Душа моя Во всем уезде Не отчастливый меня Человек И тебе это самое Надо сделать Серебряков Что? На небе показывается Зарева Орловский Вот это самое На капитуляцию Сдац надо Серебряков Образчик Туземной Философии Ты советуешь мне Прощение Простить За что? Пусть у меня Прощение Попросят Соня Папа Но ведь мы Виноваты Да? Господа Очевидно В настоящую минуту Все мы Имеем ввиду Боя отношения к жене Неужели По вашему Я виноват Это даже Смешно Господа Она нарушила Свой долг Оставила меня В тяжелую минуту Жизни Хрущев Александр Владимирович Вы слушайте меня Вы 25 лет Были профессором И служили науке Я сажаю леса И занимаюсь Медициной Но к чему? Для кого все это? Если мы не щадим тех Для кого работаем Мы говорим Что служим людям И в то же время Бесчеловечно Губим друг друга Например Сделали мы С вами что-нибудь Чтобы спасти Жоржа Где ваша жена Которую все Мы оскорбляли Где ваш покой Где покой Вашей дочери Все погибло Разрушено Все идет прахом Вы Господа Называете меня Лешим Но ведь не я Один Во всех вас Сидит леший Все вы Бродите в темном лесу И живете Ощупью Ума Знаний Сердца У всех Хватает Только на то Чтобы портить Жизнь Себе И другим Елена Андреевна Выходит из дому И садится На скамью Под окном Явление девятое Те же И Елена Андреевна Хрущев Я считал себя Идейным Гуманным человеком И наряду с этим Не прощал людям Малейших ошибок Верил сплетням Клеветал Заодно с другими И когда Например Ваша жена Доверчиво Предложила мне Свою дружбу Я выпалил Ей С высоты Своего величия Отойдите От меня Я презираю Вашу дружбу Вот Каков я Во мне Сидит Леший Я Мелок Бездарен Слеп Но и вы Профессор Не орел И в то же время Весь уезд Все женщины Видят Во мне Героя Передового Человека А вы Знаменитый На всю Россию А если Таких Как я Серьезно Считают Героями Если Такие Как вы Серьезно Знаменитый То это Значит Что на Безлюди И Фома Дворянин Что нет Истинных Героев Нет Талантов Нет Людей Которые Выводили бы Нас из этого Темного леса Исправляли бы То что Мы Портим Нет Настоящих Орлов Которые по праву Пользовались бы Почетной Исвестностью Серебряков Виноват Я приехал сюда Не для того Чтобы полемизировать С вами И защищать Свои права Исвестность Желтухин Вообще Выше Прекрати Этот разговор Я сейчас Кончу И уйду Да Я мелок Но и вы Профессор Не орел Мелок Жорж Который Ничего не нашел Умней сделать Как только Пустить себе Пуля в лоб Все мелки Что же касается Женщин Елена Андреевна Перебивая Что же касается Женщин То и они Не крупнее Идет к столу Елена Андреевна Ушла от своего Мужа И вы думаете Она сделает Что-нибудь путное Из своей свободы Не беспокойтесь Она вернется Садится за стол Вот уж И вернулась Общее замешательство Дядин Хохочет Хе-хе-хе Это восхитительно Господа Не велите Костите Велите Слово Вымолвить Ваше превосходительство Это я Похитил У вас Супругу Как некогда Некий Парис Прекрасную Елену Я Хотя Любые Парисы И не бывают Но Друг Горацию На свете Есть много Такого Что Не снилось Нашему Дрецам Хрущев Ничего Не понимаю Это вы Елена Андреевна Эти две недели Я прожила У Ильи Ильича Что вы на меня Все так смотрите Ну Здравствуйте Я сидела У окна И все Слышала Обнимает Соню Давайте Мириться Здравствуй Милая девочка Мир и согласие Дядин Потирай Ругой Эти Восхитительно Елена Андреевна Хрущева Михаила Львович Дает руку Кто старое Помянет Тому глаз Вон Здравствуйте Федор Иванович Юлечка Орловская Идущая моя Профессорша Наша славная Красавица Она вернулась Опять пришла К нам Я соскучилась По вас Здравствуй Александр Протягивает Вужу руку Тут Отворачивается Александр Серебряхов Вы нарушили Ваш долг Елена Андреевна Александр Не скрою Я очень рад Видеть вас И готов Говорить с вами Но не здесь А дома Отходит от стола Орловская Саша Пауза Елена Андреевна Так Значит Александр Наш вопрос Решается Очень просто Никак Ну Так тому и быть Я Эпизодическое Лицо Счастье Мое Канарейшное Бабье Счастье Сиди Сиди Весь век Дома Ешь Пей Спи И слушай Каждый день Как говорят тебе О подагре О своих правах О заслугах Что вы все Опустили головы Точно сконфузились Давайте пить Соливку что ли Эх Дядин Все обойдется И справиться Все будет Хорошо И благополучно Федор Иванович Подходит К Серебрякову Взволнованный Александр Владимирович Я тронут Прошу вас Приласкайте Вашу жену Скажите ей Хоть одно доброе слово И честное слово Благородного человека Я всю жизнь Буду вашим верным другом Подарю вам Лучшую свою тройку Серебряков Благодарю Но извините Я вас Не понимаю Хм Не понимаете Иду я Раз охоты Смотрю На дереве Филин сидит Я в него Трах Бекосинником Он сидит Я в него Девятым номером Сидит Ничто его не берет Сидит И только глазами хлопает К чему же это относится К Филину Возвращается к столу Орловский Прислушивается Позвольте Господа Тише Кажется Где-то В набат пьют Федор Иванович Увидел зарево Ой-ой-ой Поглядите на небо Какое зарево Орловский Батюшки А мы сидим тут И не видим Дядин Новки Федор Иванович Ти-ти-ти Вот так иллюминация Это около Алексеевского Хрущев Нет Алексеевская будет правее Скорее это в Новопетровском Юля Как страшно Боюсь я пожаров Хрущев Конечно В Новопетровском Дядин Кричит Семен Сбегай на плотину Погляди Оттуда что горит Может видно Семен Кричит Эть Тилибевский лес Горит Дядин Что Тилибевский лес Дядин Лес Продолжительная пауза Хрущев Мне надо идти туда На пожар Прощайте Извините Я был резок Это от того Что никогда Я себя не чувствовал В таком угнетенном состоянии Как сегодня У меня тяжко На душе Но все это не беда Надо быть человеком И твердо стоять на ногах Я не застрелюсь Я не застрелюсь и не брошусь Под колеса мельницы Пусть я не герой Но я сделаюсь им Я отращу себе крылья орла И не испугают меня Ни это зарево Ни сам черт Пусть горят леса Я посею новые Пусть меня не любят Я полюблю другую Быстро уходит Елена Андреевна Какой он молодец Орловский Да Пусть меня не любят Я полюблю другую Как себе понимать Прикажете Соня Увезите меня отсюда Домой хочу Серебряков Да Пора уже ехать Сырость здесь невозможная Где-то были Мой плед И пальто Желтугин Плед в коляске А пальто здесь Подает пальто Соня в сильном волнении Увезите меня отсюда Увезите Желтугин Я к вашим услугам Соня Нет я с крестники поеду Возьмите меня с собой Крестники Орловский Поедем душа моя Поедем Помогает ей одеться Желтугин в сторону Черт знает Ничего кроме подлости И унижения Федор Иванович и Юля Укладывают в корзину Посуду И салфетки Серебряков Левая нога Болит в ступня Крематизм Должно быть Опять придется Всю ночь Не спать Юляна Андреевна Застегивая Мужа пальто Милый Илья Ильич Принесите мне Истому Мою шляпу и тальму Тядин Сию минуту Уходит в дом И возвращается Шляпой и тальмой Орловский Зарево Душа моя Испугалась Не бойся Оно встало Меч Пожар потухает Юля Не мешает боль В ноге Всем До свидания Господа Благодарю вас За угощение И за приятное общество Великолепный вечер Отличный чай Все прекрасно Но простите Только Но я не могу Престать у вас Это вашей Туземной философии И взглядов На жизнь Надо Господа Дело делать Так нельзя Надо Дело делать Да Прощайте Уходит Женой Федор Иванович Пойдем Солопница Отцу Прощай Отче Уходит С Юлей Желтухин С корзиной Идя за ними Тяжелая корзина Черт бы ее Побрал Терпеть не могу Этих пикников Уходит И кричит За сценой Алексей Подавай Явление 10 Орловский Соня И дядин Орловский Соня Ну что же села Пойдем Манюся Идет Соня Дядин в сторону А со мной Никто Не простился Это Восхитительно Тушат свечи Орловский Соня Что же ты Не могу Я идти Крестники Сил нет Я в отчаянии Крестники Я в отчаянии Мне невыносимо Тяжело Орловский Встревожно Что такое Душа моя Красавица Останемся Побудем здесь Немного То визит То останемся Тебя не поймешь Здесь я потеряла Сегодня свое счастье Не могу Ах Крестники Зачем я еще Не умерла Обнимает его А если бы вы знали Если бы вы знали Тебя водиться Пойдем сядем Иди Дядин Что такое Софья Александровна Матушка Я не могу Я весь трошу Слезливый Не могу я видеть Этого Деточки Илья Ильич Родной мой Связите меня На пожар Умоляю вас Орловский Зачем тебе На пожар Что ты там Будешь делать Умоляю вас Связите А то я сама Пойду Я в отчаянии Крестники Мне тяжело Невыносимо Тяжело Связите меня На пожар Быстро Входит Хручев Те же и Хручев Хручев Кричит Илья Ильич И здесь И что тебе Я не могу Идти пешком Дай мне лошадь Соня Узнав Хручева Радостно вскрикывает Михаил Львович Идет к нему Михаил Львович Орловскому Уйдите Крестники Мне поговорить С ним нужно Хручев Михаил Львович Вы сказали Что полюбите Другую Орловскому Уйдите Крестники Хручев Я теперь другая Я хочу Одну только правду Ничего Ничего Кроме правды Я люблю Люблю вас Люблю Орловский Вот так история С географией Хо-хо-хо-хо-хо Это восхитительно Соня Орловскому Уйдите Крестники Хручев Да-да Одной только Правды И больше ничего Говорите же Говорите Я все сказала Хручев Обнимая ее Голубка Моя Соня Не уходите Крестники Когда ты Объяснялся мне Я всякий раз Задыхалась От радости Но я была Скована Предрассудками Отвечать тебе Правду Мне мешало То же самое Что теперь Мешает моему Отцу Улыбаться Елене Теперь я Свободна Орловский Хохочет Спирисники Ха-ха-ха Не конец Вы Крест На берег Честь Тебя И вас Поздравить Низко Кланяйте Ах вы Бестыдники Бестыдники Канетели Друг Нарушку Зафал Не ловили Дядин Обнимая Хрущева Мишенька Ты Лупчик Как Ты Меня Обрадовал Мишенька Орловский Обнимая Целую Соню Ну Ся Канарейска Моя Дочка Моя Крестенькая Соня Хохочет Ну Захотелось Ха-ха-ха Хрущев Позвольте Я Никак Не могу Опомниться Дайте Мне Еще Поговорить С нею Не мешайте Умоляю Вас Уходите Ходят Федор Иванович И Юля Явление Двенадцатое Те же Федор Иванович И Юля Юля Но ведь Ты Феденька Все врешь Ты все Врешь Орловский Тсс Тише Ребятки Мой Разбойник Идет Спрячемся Господа Поскорей Пожалуйста Орловский Дядин Хрущев И Соня Прячутся Федор Иванович Я забыл Тут свой Кнут И перчатку Юля Юля Когда мы шли Тут кто-то спиялся Это бабы Купаются Поднимает Перчатку Чья Перчатка Сонина Сегодня Соня точно Муху Укусила Влежь его Влюблена Она Она в него По уши Врезалась А он Болва Не видит Юля Сердита Куда же мы Это идем На Платину Пойдем Выгуляем Лучшего места Во всем уезде Нет Красота Орловский В сторону Сыночек Мой Красавец Борода Шорохая Юля Я сейчас Слышала Чей-то Голос Федор Иванович Тут чудеса Тут леший Бродит Русалка На ветвях Сидит Так-то Дядя Хлопает Ее по плечу Я не дядя Будем Рассуждать Мирно Слушай Юлечка Я прошел Сквозь огонь Воду И медной Трубой Мне уже Тридцать Пять лет А у меня Никакого Звания Кроме Как поручик Сербской Службы Ютер Овесер Русского Запаса Болдаюсь Между небом И землей Нужно мне Образ жизни Переменить И знаешь Моливаешь У меня Теперь в голове Такая фадажа Что если Я женюсь То в моей Жизни Произойдет Круговорот Выходи За меня А Лучшее Мне не надо Юля Смущенно Хм И видишь ли Зачал Исправься Феденька Да ну Не цыгань Говори Прямо Мне Совестно Оглядывается Постой Как бы кто Не вошел Или не подслушал Кажется Вафля В окно Смотрит Никого нет Юля Бросается Ему на шею Садовис Антон Павлович Чехов Леший Исполнял В лице Джагангир Абдулаев 28 декабря 2022 год Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова